Всем привет, дамы и господа, и случайные путники, которые попали на это видео. С вами снова я, Paradise, и сегодня мы с вами поговорим о том, почему же Михаю сменили издателя на Конгосфер. С недавнего времени за издание популярной игры теперь отвечает компания Конгосфер. Тем не менее, Диншин Пакт все еще является собственностью Михаю, но смена издателя может серьезно повлиять на продвижение игры. Сами Михаю заявили о смене издателя в Epic Games Store в недавней статье на Hylab. Теперь изменения стали видны на странице игры в магазине, так как уже в обозримом будущем Конгосфер будет ответственна за продвижение игры на площадках. То есть Конгосфер занимается рекламой, продвижением игры, но разработчик все же остается Михаю. Вслед за Диншин Пакт издателя сменили некоторые другие релизы Михаю на других площадках, например, Tales of the Mies в Google Play. Именно этот факт и привел внимание фанатов. Теперь среди игроков стало популярно мнение, что новый издатель нужен для обхода цензуры игр в Китае. Стоит отметить, что действительно сама Конгосфер это сингапурская компания, ответственная только за издание игр и не имеющая ничего общего с разработкой игр. Вот подтверждение, которое я нашел на реддите. Если верить этому предположению, то вероятнее всего Конгосфер была создана самим Михаю с единственной целью издания Диншин Пакт в обход ограничений китайского правительства по отношению игр. Стоит вспомнить, что в Китае не так давно были введены более строгие законы в отношении видеоигр, запрещающие несовершеннолетним играть в онлайн игры в будние дни. Несовершеннолетние могут играть только час в сутки по выходным и праздничным дням. Запреты также коснулись изображений однополых браков и женоподобных мужчин по типу Син Цю в ивенте в видеоиграх. С подобными изменениями Диншин Пакт может действительно сделать шаг в сторону от китайской цензуры. Возможно, переход других тайлов разработчика Конгосфер сделан с той же целью, однако игрокам так или иначе придется подождать, чтобы видеть, к чему приведут подобные изменения. Пока что это всего лишь слухи, но, как мы видим, что в Google Play Tears of Zemis поменялась на Конгосфер. И также, если вы наберете в Epic Games Store в магазине Диншин Пакт, то в этом тоже увидите издателя Конгосфер. Но разработчиком все же является Михаил. Я думаю, это создано для того, чтобы избежать серьезной цензуры в своей стране любой ценой, потому что за это прилетают очень огромные штрафы. И, скорее всего, Конгосфер будет заниматься тем, чтобы не получить те самые штрафы, и чтобы Михаил, в общем, не засудили. Потому что в Китае с этим строго, со всей этой цензурой, а тем более в Диншин Пакт играет много несовершеннолетних людей. Потому что вы сами знаете, что многих женских персонажей не вводили в игру, потому что они казались китайскому правительству слишком сексуальными. Поэтому Михаил и сменяет издателя на Конгосфер, чтобы избежать вот этих штрафов. Не бойтесь, ничего с игрой не будет, мы также будем продолжать в нее играть. Возможно, даже дадут больше племоделемов, но это все еще слухи. Остается только ждать, и мы узнаем, что же это такое на самом деле. Ну а с вами был я, Парадайз. Всем спасибо за просмотр, спасибо вам за вашу активность. В ближайшее время я создам дискорд-сервер, на который оставлю ссылку в описании. Ну а пока подписывайся на канал, нажимай на колокольчик. Ну а я пошел, увидимся в следующих видеороликах. Субтитры сделал DimaTorzok